приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут лилия донского и сегодня мы будем с вами тестировать различные приспособления для того чтобы накрасить брови и эти приспособления получилось алиэкспресс может быть уже кто-то видел а может быть вы даже не знаете то что мы открыли еще один канал дом вверх дном можно тоже найти его по ссылке под видео и мы там как раз делали распаковку я показывал что мы получили с алиэкспресс я конкретно заказывал всякие штучки для того чтобы упростить а может быть наоборот усложнить процесс формирование бровей так вот я считаю и не только я но я согласна с этим на сто процентов то что брови они делают лицо более выразительным то есть даже говорят что девушка без бровей или лицо без бровей все равно что картина без рамы на самом деле вот достаточно просто выровнять тон лица и сделать красивую выразительную форму бровей но не слишком перегруженную а выразительную значит подчеркнуть просто брови подобрать нужный правильный цвет бровей нужную форму под лицо и тогда лицо становится сразу таким выразительным и эффектным сами попробуйте увидите что это так я сегодня вам хочу показать разные штучки вот тут какая бутылочка интересно и начнем самых самых элементарных я буду также использовать конечно средства от oriflame серия the one специальная тени для бровей вот такое средство я буду использовать карандаш giordani gold тоже для бровей кстати очень удобный то что здесь есть кисточка я его просто обожаю и мы попробуем сделать гель на брови который говорят что он продержится неделю то есть я сделаю брови надеюсь мне все получится и это будет не очень смешно но прежде чем начать тестировать это будет самым последним этапом вот эта бутылочка я хочу протестировать цвет на руке и посмотреть сколько нужно держать краску то есть я сделаю маленький мазок вот так вот на коже потому что когда я пробовала на видео мне показалось что это очень рыжий цвет прям такой пугающий рыжий и я все-таки сначала сделаю тест на коже посмотрю что получится не в том месте надела подождите просто я же потом буду ходить с этим пятном сейчас переделаем какое-нибудь укромное место сейчас длинные рукава носим поэтому можно куда-то в другую часть тела где не будет видно как хорошо что я догадалась это сделать вот вот тут поставлю полосочку чтоб сейчас тоже не задевать и можно приступать к работе с бровями и так первое покажу первый трафарет который самый самый простейший он пришел такой к упаковочке целлофанчик а в нем три трафарета то есть три различные формы бровей можно подбирать для любого человека на самом деле такие брови мне абсолютно не идут вот они круглые какие-то такая бровь мне тоже не подошла то слишком широкий конец и сначала нормально а кончик слишком широкий более-менее мне подошел третий трафарет ну кстати он мог мне тоже не подойти и было бы конечно немножко обидно то что как говорится купила и выкинула деньги на ведь но вот этот мне более-менее подходит и я им пользуюсь сейчас покажу как им пользоваться так нужна кисточка я сделаю одну бровь тенями для бровей а вторую карандашом и сами посмотрите разницу я набираю кисточкой сразу из двух чтобы был не слишком темный а порой я делаю только вот одним светлым оттенком потому что у меня волосы очень светлые меня миша сейчас называет медовой блондинкой с этим цветом волос мне кстати нравится так и двигаю поближе зеркало к себе и делаем вот такой трафарет я прикладываю выравниваю тут я смотрю чтобы линия была ровная перпендикулярно и аккуратненько выкладываю тут что очень важно то что можно чуть-чуть сначала поставить провести красивую верхнюю часть а потом передвинуть сделать красивую нижнюю и кисточкой просто закрашиваю как обычно по трафарету закрашивают все равномерно к опять набираю и делаю дальше то же самое до самого кончика и еще немножко 1 2 3 и убираю вот немножко задранная бровь получилось но не совсем не удобно сейчас смотреть что я делаю потому что зеркало не так удобно стоит ну то есть вот я убрала все бровь готова ну достаточно быстро сейчас попробуем на вторую глаз делается именно вот карандашом нашим тоже интересные бровь можно сначала причесать и потом ее тоже причесать это забавно получается так вторую часть прикладываю выкладываем сразу смотрю чтобы здесь было ровно и делаю карандашом сильно не нажимаю потому что карандаш очень яркий если я сильно сделаю то будет видно его кто-то приспосабливается на глаз делать кто-то вообще ничего не делать и счастливец у которых идеальные брови и ничего не нужно с ними делать и чуть-чуть надо подправить какая-то некая получилась бровка на сме карандашом последнее время даже очень нравится красить брови так забавно получается они такие выразительные четкие изогнутые как вам больше нравится естественно тут нужно чуть-чуть доработать у нас еще есть такая тушь для бровей тоже в серии the one с малюсенькой кисточкой и можно еще тушью пройти зафиксировать прокрасить те волосики которые более светлые их не видно особо такой прокрасить и получится еще более аккуратная бровь так это первый был трафарет из трех мне подошел только один два получается либо кому-то нужно подарить либо выкинуть ну хорошо что я делаю периодические мастер-классы и мне пригодится по крайней мере я думаю что я использую я мицеллярной водой сейчас все удалю заодно делаем тренировку готовлюсь к нанесению геля который не так-то просто будет смыть я сейчас мицеллярной водой просто сотру то что получилось и покажу вам еще более забавный трафарет который меня прям просто повеселил насухо стираю все так главное не задеть свою блузку немного выровняю тон потому что сейчас все стерла и капельку выровняю его как вы красите брови расскажите что вы делаете для того чтобы ускорить упростить процесс чтобы быстро привести себя в порядок особенно интересно как это делаю девушки у которых надо которым нужно вставать 6 утра на работу и в квасне уже быть на рабочем месте так высохло все следующий вариант это просто очень забавно пришел такой мешок целый цены очень низкие вот таким все ссылки будут под видео посмотрите какие трафаретики там рублей 30 может быть стоит весь набор в наборе было на сейчас скажу сколько так 7 и вот 8 8 трафаретов и смотрите какие они забавные то есть все разная форма их нужно вот так вот прикладывать сразу сразу вот так вот бровям и подбирать себе по по форме мне тоже не подошел ни один из них из восьми представляете они либо слишком широкие либо какие-то длинные ну то есть все не то один мне подошел более менее также в комплекте была резиночка что-то я потеряла то есть можно резиночку привязать а здесь как вокруг головы как ободок и еще вот этой специальной палочкой вот так вот прижимается чтобы ровно зафиксировались на самом деле это очень удобно но как вы видите вот я сейчас приложила тоже форма не идеально но я стараюсь приложить по верхней части чтобы они сели хорошо вот так вот а нижнюю потом просто уже легче подвести вот таким образом приложила набираю кисточкой тени и то же самое делаю прокрашивание и еще вот видите вот верхний угол мне не нравится как он лежит все-таки немного немой формат фасончик нет не совсем мой фасончик так вот и сразу вторую сделаю карандашом чтобы посмотреть чем все-таки лучше пользоваться чем мне нравится карандаш он вроде бы такой вот темный но цвет приятный очень натуральный цвет и если даже я его чуть лишнего перегружу я все равно потом кисточкой он очень легко тушуются понятно что мне совсем неудобно сейчас как обезьяна в гранаты с этими трафаретами ну вот 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 с тенями как бы бровь более такая воздушная мне кажется более пышненькая да вот такой эффект пушечка и тут расчесала и естественно все равно приходится делать дополнительное тело движение то есть нет такого чтобы я приложила трафарет быстренько пробежала сняла и все идеально все равно приходится где-то подправить что-то подвести где-то добавить уже но все-таки могу сказать что это неплохой вариант достаточно удобный в том плане что если вы совсем не знаете как со своими бровями обращаться и что с ними делать то трафарет в общем-то в помощь но мне кажется все равно с трафаретом очень удобно смотрите разницу все-таки да мне интересно ваше мнение со стороны где лучше получается карандашом или тенями и опять же я еще могу побольше чистой кисточкой пройдусь чистой кисточкой еще лучше растушевать все тут тоже тут бровь более как бы такая близкая к моему цвету волос получается и и потом тушью опять прохожу и фиксирую самом деле я не люблю долго делать макияж мне наоборот нравится когда у меня есть вдохновение быстро жив жив и получается лучше чем даже если я буду в три раза дольше делать чем обычно и получится лучше куда быстро с вдохновением все сделано так убираем еще раз смачиваю мицеллярной водой все стираем и сейчас будем делать смертельный номер сейчас попробуем кстати что здесь на руке у меня получилось никакой инструкции к сожалению не было к этому тюбику как им пользоваться я заказывал еще хну для бровей хотела хну попробовать мне интересно просто чтобы накрасить брови и хотя бы несколько дней они выглядели объемными пушистенькими не надо было им посвящать время отрывать от макияжа время ну то есть сократить время делания макияжа вот так бы я сказала но хна пришла сухая абсолютно ей невозможно пользоваться из тюбика она не выдавливалась кстати вернули нам сразу деньги за нее наверное продавец знал что отправляет нехороший товар вот и и будем пробовать по этому бутылочку которая пришла без инструкции ну вот посмотрим что на руке получится я не знаю попробую мицеллярной водой стереть не знаю стерла и стерлось все практически осталось прям маленькое пятнышко видите то ли его нужно дольше держать но я не знаю сколько его нужно держать то ли это такое средство которое не не будет стойким я попробую подержать ну может быть сейчас 10 минут у меня оно лежало на руке давайте попробуем побольше минут на 20 я его оставлю на бровях и посмотрим что получится итак брови я вытерла мицеллярной водой и просто водичкой давайте тоже вытру тут у меня специальный стакан с водой на всякий случай чтобы может быть нужно чтобы идеально сухая чистая кожа была я так думаю обычно это лучше так экспериментаторы прямо с вами сейчас чуть-чуть подсохнет я буду делать вот с этим трафаретом наверное да или или с этим сделать кажется вот это тут вот этот удобно то что его можно вот так выровнять сразу давайте я с ним попробую ой главное глаз себе не выколоть лишилась глаза во время эксперимента с бровями так открываю бутылочку сразу чтобы мне удобно было брать краску дух экспериментаторы во мне жил всегда у меня был в молодости такой опыт что я красила волосы фиолетовый цвет это было незабываемо просто прям мальвина мальвина слушайте может волоски покраситься короче я боюсь что будет с моими бровями смертельный номер можно сказать кто-то такое делал кроме меня что не сделаешь ради своих подписчиков а ну надеюсь мой опыт поможет вам избежать каких-то ошибок или казусных ситуаций так первую сделала а у меня аж сердце стало биться сильнее в три раза сразу перехожу ко второй все такой цвет рыжий-рыжий ну кстати на коже он такой нормальный цвет естественный здесь у меня не будут такие красные брови вот я повеселю всех аааа караул так мне нужна ваша поддержка жалко что это не прямой эфир я уверена что вы бы не сейчас меня бы многие бы остановили так надеюсь все па-бам что-то может быть нужно сразу подправить вот так вот чернобровая воу по-моему разные сейчас вот тут чуть-чуть добавлю как я буду это смывать и вот тут нужно уголок вывести так громко не смейтесь хотя бы чтобы мне тут у меня дома не было слышно когда смотрите это видео все оставлю вот так засекаем 20 минут или меньше тут совсем мало окрасилась кожа волосики тоже ладно 20 минут два раза по 10 и я к вам возвращаюсь и вместе снимаем посмотрим что у меня получится до встречи 20 минут пролетели я прям чувствую как она подсыхает эта штука подсохла так брови мне удобно двигать ну ладно будем снимать беру ватный диск я даже не знаю чем снимать попробуем водой потом мицеллярной водой сначала просто водичкой красочка снимается сейчас мы ее замочим ой 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 я одну хотя бы сниму с вами вместе а вторую пойду смою в ванной вот так я сделаю пока ничего вообще не происходит как вы знаете есть такое выражение ожидание и реальность ждешь одного а получается что вообще ничего и что же это такое зачем этот гель нужен сейчас мицеллярной водой попробую его доснять размазывается размазывается прям рыжая но на коже нет этого страшного рыжего оттенка вообще по-моему ничего нет по-моему вообще вот просто как были брови так и остались а это развод просто выкинутые деньги хорошо что это так дешево стоит есть такое выражение не гонялся бы ты поп за дешевизной ну видите да то есть вообще никаких перемен как было так и осталось по-моему ноль просто ни кожи не окрасилась я думаю как должно было как бы форма сохранится но ничего нет и я думаю что даже если держать час два три то ничего и не произойдет скорее всего поэтому эксперимент не очень удачный и делаем выводы что лучше всего использовать какой-то удобный трафаретик подобрать себе например вот такой вот это недорого и в общем то очень очень доступно и упрощает работу с бровью или просто набить руку кисточкой тенями красить быстренько брови или карандашиком для бровей или сходить в салон красоты и сделают красивую бровь которая хной вот делает по-моему около полутора-двух недель держится красочка и выглядят они более эффектные ну мой эксперимент можно считать провальным вам спасибо за внимание в любом случае напишите в комментариях обратную связь что вы пробовали какие вы делали эксперименты тоже интересно может быть что-то посоветуете в комментариях тогда оставляйте тоже полезные ссылки под видео и я вас благодарю всех за внимание до новых встреч оставайтесь на нашем канале с вами была Лилия Донскова пока-пока под видео мы собираемся под видео снова давайте посмотрим